Очередную 46-ю сессию Змитского районного совета депутаты провели 6 декабря. На заседании также присутствовал депутат Харьковского областного совета Николай Мурыгин. На обсуждение депутатского корпуса был вынесен 31 вопрос. Большинство из них касались внесения изменений к районным комплексным программам, отчетов постоянных комиссий о своей деятельности. Отчитался за год своей работы перед коллегами и председатель районного совета Евгений Сироткин. Он в первую очередь поблагодарил и депутатский корпус, и председателей местных советов района за слаженную работу. Евгений Иванович отметил, что за это время не было ни одной сорванной сессии. Депутаты добросовестно относятся к своим обязанностям, веренным им жителям Змитского района. Евгений Сироткин выразил уверенность в том, что такую же работу депутаты покажут и в следующем году. Сейчас одна из главных задач, которая стоит перед районным советом – принятие главного финансового документа района, бюджета на 2014 год, а также принятие программы социально-экономического развития Змитского района. Внесли депутаты изменения в районный бюджет. В целом они касались выделения средств на погашение задолженности по заработным платам работникам бюджетных организаций, а также за теплоресурсы. Своим решением депутаты также направили субвенцию Лиманского сельского совета на изготовление проектно-сметной документации для строительства новой амбулатории, а это 100 тысяч гривен. Также депутаты уволили и Анатолия Тарапату с должности директора Змитского районного водопроводно-канализационного предприятия. Евгений Сироткин выразил благодарность Анатолию Ивановичу за добросовестную многолетнюю работу. Он также отметил, что Анатолий Тарапата сам написал заявление о уходе по состоянию здоровья.